Феодосийская басня В студии Андрей Рыбченко, председатель Координационного совета организации «Народный контроль ЖКХ Крыма» и Вячеслав Кондратьев, член Президиума организации «Совет управдома». Господа, честно говоря, хотелось бы видеть здесь за столом кого-то еще из представителей администрации или чиновников, но, видимо, трусливые у нас чиновники в своем большинстве, потому что не особо хотят идти, к сожалению, к нам на эфир и отвечать за то, что по сути натворили. Но все-таки по сегодняшней ситуации в Феодосии действительно наибольшее оживление на выездном заседании Совмина вызвали именно проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг, взаимоотношений администрации, мопов, управляющих компаний и, собственно, самих жильцов. Вот возникает вопрос, нужны ли такие администрации в принципе? Андрей, как думаете, Феодосию ждет тот же сценарий, что и Симферополь, вот тотальная перезагрузка и громкие увольнения? Вполне возможно. Такой вариант возможен, хотя желателен или нежелателен, тоже вопрос еще тот. А почему желателен или нет? Я думаю, объективно, если чиновник не справляется со своими обязанностями, зачем он нужен на этом месте? Уволить. Это правильно. Кто придет на место этого чиновника? Если мы посмотрим на Симферополь, меняется третья администрация, а ВОЗ и ныне там. Ситуация кардинально не меняется. Ну вот хорошо, я согласен с вами, что складывается такое впечатление, что существует некое кадровое несоответствие в некоторых администрациях. Но это следствие чего? Никто не умеет что-то делать или просто нет желания отвечать за что-то? Российское законодательство. Дело в том, что российское законодательство предоставляет широкие полномочия органам местного самоуправления, тем же самым администрациям. А вот использовать их нет профессионалов. В наших администрациях просто нет профессионалов, которые уже вошли в российское законодательное поле и пытаются что-то сделать. Вставлю свои пять копеек смелых профессионалов, которые готовы приходить на эфир и отвечать за свои дела. Вячеслав, ну вот говорят, что управдом друг человека, хотя во многих управляющих компаниях все-таки так не считают, феодосийских в том числе, если мы говорим о них. Хотя на примере феодосийских компаний мы можем, наверное, говорить о ситуации в Крыму в целом. Вот нет координации между жильцами, между МУПами, управдомами, между управляющими компаниями и, как следствие, администрации, которые тоже обязаны решать такого рода проблемы. Но вот вы, как управдом, допустим, да, если вы представляете интересы своего дома, вы же тоже должны договариваться, ходить, добиваться, стучать, настаивать, заставлять где-то. Ну, так и есть, к сожалению, к сожалению, так и есть. Жильцы в большей степени хотят, чтобы это было в рабочем режиме. Не ходить, добиваться, как вы говорите, ломать стены, доказывать свою правоту, а чтобы управляющие компании выполняли свою работу согласно договорных обязательств. К сожалению, у нас складывается обратная ситуация. Управдомы или председатели Совета многоквартирных домов и председатели ТСЖ знают законодательство российское, в которое мы вступили не так давно лучше, чем работники муниципальных, унитарных предприятий или управляющих компаний. У государственных управляющих компаний свои, скажем так, сложности. У них, допустим, если брать Симферополь, они говорят, вот у нас 500-800 домов в управлении, тяжело в пылу борьбы, в пылу бытовой какой-то работы еще учебник открыть, полистать, посмотреть, что же там нового происходит. Здесь есть доля правды, потому что жилищное законодательство это очень живой такой органичный, скажем так, законодательный механизм, куда наши парламентарии и на уровне Минстроя, на уровне Государственной Думы Российской Федерации постоянно какие-то новые введения вносят и порой участники процесса не успевают за этим всем. Вячеслав, ну вот вы как управдом, вы получаете какие-то деньги за свою работу? Нет. Нет, а управляющие компании получают, поэтому вы не гонитесь за деньгами, они гонятся, им нужно скорее. Вот у вас МУП, то есть бывший ЖЭК, да, по сути, государственной формы или частная управляющая компания? Нет, у меня наш Симферопольский МУП Киевский жилсервис, и тоже мы пришли, скажем так, к работе, вот сейчас более-менее плодотворной, не сразу, то есть сначала были жалобы, просто их было огромное количество, по колено, скажем так, в грязи, потому что прошла осень, опали листья, их никто не убирает, нету дворников. А зачем сейчас снег пошел, все засыпет, ничего никто не убивает? То есть мы два года назад на своем доме, то есть вот прошли путь от полного, скажем так, полной неработы на доме до какого-то планирования, до какого-то взаимопонимания, и если возникают какие-то сложные вопросы, то в основном они связаны с аварийными какими-то вещами. Ну вот в плане феодосийской ситуации, все-таки ее за основу берем, за пример ситуации по Крыму в целом, люди жалуются непосредственно на то, что, на администрацию, на ее бездействие, да, на то, что она где-то не прилагает никаких усилий. А по сути должна ли она, если вот здесь идет цепочка там жильцы, управдом, МУП, управляющая компания, да? Да, должна. Должна. Еще раз повторюсь, что полномочия предоставлены широким органам местного самоуправления, это в том числе и муниципальные жилищные комиссии, которые точно так же по жилищному кодексу должны влиять, должны выписывать штрафы, предписания и так далее и тому подобное. К сожалению, они у нас еще не сформированы ни в Феодосии, ни в Симферополе. Ну, полагаю, тогда люди... Все было бы классно и в администрации, и в ЖЭКах, если бы население не мешало, друзья. Ну, вот такой сарказм, но он, к сожалению, правдивый, да? Потом вот человек говорит, что писал запрос в администрацию, а ответили со второго пендаля, прошу прощения за выражение, спустя там месяц. Тотализатор вот устроили, Фомич дотянет до конца недели или не дотянет? Вячеслав, вы как считаете, ваша ставка? Мы здесь не за игорным столом собрались, поэтому ставки делать не буду. Проблема Симферополя, Феодосии, она показательна, в принципе, для всех муниципальных образований, для всех регионов Крыма. Поэтому просто убрать, и, ну, я не знаю, насколько это правдиво. То есть, если это снимет какую-то острую напряженность в обществе на 2-3 месяца, может быть. То есть, нужно заставить работать все-таки? Есть пословица, да, русская народная, короля делает свита, да? То есть, если мы говорим о работе администрации, мы не говорим о работе одного человека. Это было бы неправильно. Здесь важна системная работа. Важно, кто занимает пост Департамента городского хозяйства, кто занимает пост Управления капитального строительства. Вовремя или не вовремя заключаются контракты по вот этому сложному 44-му федеральному закону, чтобы подрядчики входили в работы не в декабре, ну, не в ноябре. Ну, это неправильно. А входили в работы, ну, хотя бы там, ну, в начале осени, ну, чтобы это было не в морозы, не в дожди, не в ливни. Это работа сплоченного коллектива. За 4 года, логично было бы, конечно, предположить, что было время, и можно было сложить этот коллектив. Ну, значит, кто стоял у истоков в нашем российском Крыму, в этих муниципалитетах, к сожалению, не справились с формированием той самой боевой команды, которая могла бы решать задачи. Вы же понимаете, в Крым вливаются достаточно серьезные деньги, в том числе и по ФЦП, а орудовать этим, ну, не получается. Я всегда сравниваю с легкотлетом, которого поставили на тяжелую атлетику. Подошел к штанге, попытался, а не получается. Да, к каждому свое. И вот здесь вот, как мы видим, глава республики ищет пути решения управленческие, внушения, скажем так, и через социальные сети, и прямое, и совещания проводит, чтобы, как он говорит, привести в чувство чиновников. Ну, кто-то, скажем так, сделает выводы и будет работать, а кто-то нет. Здесь уже человеческий фактор. Ну, тогда о своем и наболевшем тоже, наверное, придется писать главе республики с просьбой, чтобы он все-таки влиял на чиновников, делал внушение, чтобы они не боялись ходить на эфир нашей программы. Конечно. Андрей, ну вот объективно, да, институтов в сфере ЖКХ их предостаточно. Действительно, и те же МУПы, и старшие домов, и советы домов, и управляющая компания, управление ЖКХ. В общем, огромное множество, действительно. Жил надзор, опять же, да, потребнадзор. Вот вопрос в том, а как заставить всю эту когорту работать на благо жильцов все-таки? И нужен ли вообще такой объем, такой вот перечень тех организаций, лиц, которые, по сути, ничего не делают? Должны делать, но, к сожалению, не всегда делают. Если они работают, то нужен. Если не работают, то, опять-таки, они по факту не нужны. Но тут это очень комплексный вопрос. Все это должно работать в связке. На данный момент, получается, каждое ведомство работает по-своему. У него какие-то свои цели, у жилой инспекции свои цели, у администрации свои цели, и у мупов, управляющих компаний тоже свои цели. Вот я смотрел прямо у эфира, и там было четко видно, что каждый, по сути, пеняет на другого, вместо того, чтобы работать в связке. В итоге, в итоге, крайними остаемся мы, как управдомы, скажем так. То есть, если председатель Совета Дома сейчас заставляет работать свою управляющую компанию, делает внушение той же самой администрации, я и с ними работал, и Вячеслав тоже, тогда хоть как-то формируется система в отношении конкретного дома. Вячеслав, ну вот Феодосия, да, она стабильно входит в десятку муниципальных образований республики, среди которых существует такого рода проблема, по которым поступает массовое количество жалоб. Там порядка 80%, если я не ошибаюсь, непосредственно на мупы, на формы государственного управления. Даже не частные компании, те почему-то в меньшей степени, хотя изначально было наоборот. Вот управляющие компании, они-то функции не выполняют, а средства собирают. Как доказать, что мне там уже, по сути, полгода лестничную площадку не мыли, хотя я плачу за это? Мы с этого начинали. Сначала нужно ознакомиться с документами. И есть такой акт о ненадлежащем содержании дома. Там длинное у него название, но не суть. Составляется этот акт. В нашем доме не мылось, не убиралось ничего. То есть мы начали изучать законодательство Российской Федерации. Если у вас не убирается что-то, то есть вы делаете первую письменную жалобу свою управляющую компанию. Они либо реагируют, либо не реагируют. А дальше мы делали следующим образом. То есть мы еженедельно делали акты о неуборке. Мы имеем на это право, потому что управляющая компания ничего не убирает. Делаем пометочку, что мы управляющую компанию предупредили телефонным звонком на аварийную линию. Что ребята, через два часа у нас будет самый маленький срок, два часа, после которого можно проводить актирование той или иной проблемы. Составляем акт, делаем видеофиксацию и отправляем в государственную жилищную инспекцию. И так еженедельно. А кто уполномочен составлять, подписывать эти акты? Комиссия составляется из минимум три человека. То есть если есть председатель в доме, это председатель, два человека. В идеале, конечно, это представитель управляющей компании. Но когда есть проблемы, вы говорите, на эфир не приходят. К нам тоже никто не приходил. Ходят, но не те, которые виноваты, к сожалению. Те, кто работает нормально, они без проблем ходят. А те, кто чувствуют за собой грешки, они, к сожалению, сидят и побаиваются. Но вот еще один вопрос. Если мы заговорили уже о услугах, которые предоставляют или нет, но за которые в любом случае платят. А как формируют, по сути, эти тарифы? Вот если в одном доме вода стоит 25 рублей, тут же в соседнем она стоит 50. Такого быть не может, что касается воды. А что касается услуг управляющей компании, да, это может. Что касается воды, не может, если договор напрямую с Горводоканалом, да, к примеру. А если вода идет через управляющую компанию и договора нет, то может. Тогда это очень распространенная схема. Но что касается управляющей компании, все тарифы должны согласовываться с жителями дома. То есть, если выставляет управляющая компания такой счет, тогда у нее должно быть решение общего собрания собственников. На руках протокол. Вот, необходимо запросить эти протоколы, посмотреть, как они составлены. Возможно, обжаловать в суде, возможно, завести, опять же, уголовное дело. Потому что часто и густо эти протоколы подделываются. Но, опять-таки, все упирается в нас. Не будет председателя совета дома шевелиться, у него будет тариф такой, какой ему скажут. Если председатель совета дома будет шевелиться, тогда тариф... Вот, на примере меня, я тоже председатель совета дома своего. Значит, сейчас тариф, городской, муниципальный тариф 16,89. Для этой группы благоустройства, для самых благоустроенных, да? Да, 16,89. Я в своем доме пошел в управляющую компанию, в МУП. Рассказал им, что надо делать, что не надо делать. Вот. В итоге тариф получился 14,51. Мы приняли это решение, закрепили в общем собрании. И теперь успешно платим те деньги. Здесь, по сути, нужно знать, кого выбирать председателем дома. Опять все упирается в председателя. Председатель совета дома, это вообще такой человек, который должен знать жилищное законодательство, земельное законодательство, уголовное законодательство. И все это на общественных началах. Он очень много должен чего знать. Должен знать, как работает администрация. Должен знать, как работать органы государственного жилищного надзора, прокуратура. Очень много чего нужно знать. Поэтому в некоторых домах нет председателя. И я понимаю, почему их там нет. Особенно, когда большие, длинные многоэтажки. Договориться с людьми очень тяжело. То есть, во-первых. Во-вторых, у нас люди за столько лет существования в Украине просто реально отвыкли от какого-то уровня благоустройства. В принципе. То есть, когда начинают делать что-то благоустраивать, первая реакция — это отторжение любого благоустройства. Сделали детскую площадку — будут кричать дети. Не надо. Сделали футбольную площадку — мячик в окно залетит. Не надо. Ну, то есть, вот до таких вещей доходит. То есть, люди просто отвыкли от того, что делается хорошо. Когда начинается что-то делаться в декабре, и условно асфальт кладут в лужи, ну, это вызывает еще больше негодования. То есть, вы делаете, а, за бюджетные деньги, б, делаете плохо. То есть, это, ну, двойное, скажем, отрицание. Вячеслав, ну, здесь важен, наверное, контроль, в том числе и со стороны, вот, допустим, управ дома, да, или председателя дома. Но если, вот, в частности, по той информации, которая поступила из Феодосии, да, люди в прямом эфире говорили, кстати, на того, что подделывают документы в ЖЭКах. Просто подделывают. Вот, вот, стоит обшарпанный фасад, вы им говорите, когда покрасите, они бумажку, мол, вчера сделали. Насколько вот такое возможно, и если да, то как противостоять? Ну, если люди говорят, да, это возможно. По поводу подделки актов, ну, смотрите, всегда человеческий фактор будет, ну, скажем так, решающим, да. То есть, здесь нужно определиться. То есть, в моем доме была похожая ситуация, но она была в маленьком, там, условно говоря, кран поменяли или не поменяли, да, назовем это так. Вот, то есть, я пришел на следующий же день к руководителю предприятия, мы с ним поговорили. То есть, ваши сотрудники фактически подделывают документы. То есть, ну, и вот мы решаем, либо мы работаем конструктивно, либо мы, извиняюсь, балуемся, да, вот такими мелочными вещами. Это пройдет РАДС, это пройдет два, это пройдет три, на четвертый раз, ну, либо, если вам нужна эта работа, вы этим либо настраиваете свой коллектив на продуктивную работу, либо нет. И здесь уже, вы же видите, уже, если люди жалуются главе республики, значит, дошло до критической точки. Значит, действительно, это имеет место быть. К сожалению, я общаюсь тоже с председателем из других регионов. У нас в Симферополе государственная жилищная инспекция ближе. Можно приехать на консультацию каждый четверг проконсультироваться. Сейчас у нас новый государственный жилищный инспектор, новый глава администрации. Тоже сейчас все, скажем так, кредит доверия к этим структурам, ну, намного больше. В Феодосии, видите, у них и инспекция далеко, и глава, скажем так, уже несколько лет. И у них кредита доверия своей администрации нет. Ну, практически исчерпаны, да. Андрей, ну вот если говорить непосредственно о вашей работе, вы сказали о том, что нужно и во всем разбираться, да, и особенно уметь находить общий язык. Но вот, опять же, пример Феодосии, да, там ряд жала был на придомовую территорию, когда люди просто не могут ее взять в аренду, да. Вот ваша территория придомовая, она в аренде находится, вашего дома? Нет. Нет. А в чем проблема? Потому что там такая же проблема была, говорят, что администрация использует ее в своих целях и по факту не дает возможности взять ее в аренду. Хотя жильцы имеют на это право, если не ошибаюсь. Все-таки, если мы обратимся к законодательству Российской Федерации, выделение земли находится в ведении органов местного самоуправления. То есть мы опять упираемся в администрацию. Значит, если жители хотят взять это не в аренду, эта земля дается в собственность, передается, причем должна передаваться бесплатно в собственность. Каждому жителю в соответствии с размером его жилплощади. Так, ну, в общем и целом, грубо говоря. Но для этого необходимо выполнить кадастровую съемку, которая стоит денег, услуги кадастрового инженера стоят денег. Затем решение о выделении земли должно быть принято на горсовете, на сессии городского совета, муниципального совета, любого. Вот у нас и до этого тоже не доходит. К сожалению. А почему причина тут одна? В том, что земля муниципальная и сейчас они действительно ее используют, как хотят. Захотели построить многоэтаж. Захотели поставили ларечек торговый. Хотя бы хоть один позитивный пример есть? Или в принципе у нас в Симферополе по Крыму... Нет, значит, разработанным муниципалитетом администрации разработана 12-летняя программа по передаче в собственности, вот, в Симферополе, всей земли под многоквартирными домами. Значит, если мне не изменяет память, 12 домов сделали кадастровый учет. Ну, под понятно, а придомовая территория? Это имеется в виду и придомовая территория. Значит, 12 домов сделали, было это год назад. Решения сессии по Симферополю до сих пор нет. Ну, это капля в море, вы понимаете. В Феодосии, в других городах похожая ситуация. В Ялте говорят, что у них программа чуть ли не в 2018-2019 году должна быть откадастрирована все многоквартирные дома. И на рабочей группе по вопросам ЖКХ при главе республики поднимался этот вопрос. И, насколько я знаю, есть поручение главы республики, чтобы муниципалитеты сформировали бюджет на 2019 год, постарались максимально сделать, откадастрировать земельные участки под МКД. Если не получается, чтобы они не растягивали это удовольствие, либо деньги у республики попросили. Для чего это нужно? Для того, чтобы соседние дома друг с другом не воевали, а знали, где заканчивается зона ответственности одного многоквартирного дома, где начинается другого. Ну, с Ялтой понятно, там уже строить негде, а в Симферополе есть еще пятачки, где можно застроить, в том числе и придомовая территория. Идут войны, это детская площадка чья? Люди огораживают ее, люди с другого соседнего дома приходят, огорожено, закрыто на ключе. Начинаются соседские войны. Если будут откадастрированы земельные участки под многоквартирным домом, будет четко и понятно. Но это тоже сложная работа. В Симферополе, вот у меня дом 2016 года, мы подали заявку, и сейчас вроде бы должны были в 2018 году сделать земельный участок под многоквартирным домом. Нет, не получается, потому что там наложение каких-то зон, G1, Z1, O1. И это опять по третьему кругу, опять должно вынестись на какую-то комиссию по земле. Они должны привести в соответствие. То есть излишне бюрократизация процесса. Господин, я все-таки хотел бы вернуться к кадровой проблеме в сфере управления, в сфере ЖКХ непосредственно. Потому что, по сути, от этого многое зависит. Ведь администрация, которая контактирует, стоит над мупами, которые, в свою очередь, влияют на управляющие компании, взаимоотношения с теми же управдомами и собственниками квартир. Ну вот могут ли такие организации, как ваши, быть каким-то кадровым резервом? Мы тут сидим, конечно, легко рассуждать и говорить, как должно быть, и что механизмы есть, и, мол, давайте делайте нам. Но вот по факту, там, легко жизни учить, да? Вы могли бы в случае необходимости взвалить на себя груз ответственности, занимать какую-то должность в МУПе или в администрацию по этой сфере? Готовы были бы? Смотрите, есть, опять же, пословица, да, кто на что учился. То есть я стал председателем не от того, что мне этого хотелось, а из-за того, что меня заставило... Жильцы заставили, да? Нет, не жильцы, это работа управляющей компанией меня заставила вообще читать жилищный кодекс, читать все обновления, читать постановления, быть в курсе. То есть, по сути, не мы такие, жизнь такая. Ну, да, то есть, по сути, жизнь заставила... То есть я не хотел быть председателем многоквартирного дома. Мы собирались раз, два, три, все говорят, надо что-то делать, и никто не хотел брать на себя ответственность. Председатель совета дома, это, поверьте, не менее сложная работа, чем вот, как вы предлагаете, работа в МУПе или в администрации. То есть мы работаем бесплатно в администрациях, ну, или в МУПе у вас будут, наверное, в следующих программах, спросите, сколько там получают деньги. Ну, надеюсь, что будут. Там тоже, ну, не золотом получают зарплату, понимаете, то есть это тоже одна из проблем, кстати, ну, почему те или иные кадры с тем или иным багажом знаний работают в этих работах. Это тоже один из вопросов, но тарифную сетку по зарплате не мы же придумываем. То есть не всякий профессионал захочет работать в той же самой жилищной инспекции за 12 тысяч в месяц. Господа, ну, мы будем надеяться на то, что все-таки каждым делом будет заниматься профессионал и действительно достойно и честно выполнять свои обязательства. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся на следующей неделе в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова